как художник рисует картины он с планшета рисует картины это для блогера и горца новый день новые возможности вчера работали до 10 часов вечера просто в конце один из идиотских начальников взорвал гигантскую петарду которая эхом просто мы чуть не обосрались вот серьезно очень было стрёмно очень было страшно взял с собой чайчика короче я не выспавшийся легли мы поздно и проснулись рано короче ну вот друзья и настал тот момент когда меня выгнали с этой потрясающей в скобочках работы я вышел в туалет и начальник мне такое что-то его так показываю думаю что он показывает подошел к виктории говорю что хочет начальник а она говорит все можете домой он потом скажет он потом не объяснит что-то не устроило в моей работе короче не знаю что не устроило я пытался я старался но если даже мои старания тщетны то даже не знаю открыт короче блять это просто арабская каторга вот так завод этот поэтому здесь люди падают в обморок 15 часов работать не каждый сможет по 4 доллара но того не стоит угробите свое здоровье угробите блять все что можно вот этой рекламы по едучим завода токсикоз поэтому я может быть даже эта судьба меня миловала поэтому я не особо грущу единственно подумать насчет дороги и прочего момент и подумаем как она дальнейшем вот не знаю дальше будет дальше смотрите все еще друзья я вот так скотки свою сижу удачи-то визу у меня ведро шоколада и наоборот радует потому что эта работа полный п если вы когда-нибудь хотели через кишинев оформить и поехать так же как я посмотрите это видео и не езжайте ни в коем случае закатное солнце возрасте друзья посмотрите утреннее зарево просто великолепно выглядит очень красиво холло холло потрясающе это вслух сказал еще и записываю видео короче альбанец убежал в туалет друзья я в таком чепчике потрясающим очень модно стильно молодежно вот посмотрите вот так вот надевают на всех да ему короче сегодня инспекция пришла даже кофе нельзя заносить так небольшой перекус перерыв упадал все можно бежать на обед сложно конечно действительно работа не сказать что не бель лежачего и не стоит того многие говорят что сам заработок не сказать что очень не ясно почему я отказываюсь от своих хобби и увлечений и гитарь перестал играть потому что мало времени я прихожу в 9-10 и рисовать сейчас я не тоже перестала это прям пиздец ужасно друзья у нас сегодня поломалась машина конвейерная посмотрите сколько просто люди собирают клубники радик собрал целую пирамиду и мы продолжаем друзья именно так выглядит мой перекус hdr на айфоне проснулся и это хорошо а я еще не совсем вот кофе пью и печеньками закусываю залез на палеты девочки будут кушать пять минут перерыва и продолжим нас не очень хорошие новости коля вы видели наверняка его видоса такой позитивный максимальный человек но у него проблемы со спиной он сегодня вроде даже хотел ехать домой поэтому я не знаю может скорее всего что сегодня завтра как зарплату в зависимости от того когда ее дадут поедет домой я тоже хотел меня выгнали но оказывается что выгнали за то что я разговаривал хотя все этом разговаривают вот что мне не нравится что нет справедливости я понимаю ну собственно вы поняли справедливость найти в этом мире сложно можно но во всяком случае не в этом мероприятии а друзья только что позвонил коля я бегу чтобы забрать у него ключ думал блин он думал что он сегодня у нас эти будет рабочий день и очень долго надеюсь по крайней мере где-то до часа до часов 7 но явно не до 10 поэтому вот так вот сейчас добегу до ворот заберу ключи надеюсь меня из-за этого не уволят что водила на меня так посмотрел а водила как обычно такой отборный прям Игорь привет если он понял к чему я так ну вот собственно они уезжают выпустите меня на свободу нет 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 сори 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 я вырежу вырежу а потом эти кадры я думал мне коля передаст ключи хорошо ой ой люда хорошо шо все едете а на море я-то думал блин ну ладно хорошо я думал поплакать уже да давай друзья закончился сегодня еще один день мучительно приятно комфортный и страдальчески в том числе много событий произошло за день мы идем впервые наверное домой 7 часов и это конечно классно попытаемся что с Андрюхой приготовить возможно что-то и даже и получится ну а сегодня уже скорее всего уволились три сотрудника очень сложные условия очень непростая работа дико пыльное помещение но я заметил что у меня с голосом беда я не могу разговаривать покашливаю и так далее то есть вот это пыль которая повсюду везде она конечно же влияет на здоровье и многие носят маски я сначала спрашивал думал коронавирус или что-то еще нет они они таким образом а сегодня еще рассыпался целый полет с клубника я его аккуратненько снял вам покажу обязательно тоже мы собирали с пола часть пошла конечно ну мусор наверное я думаю процентов 90 или 100 вряд ли она пойдет куда-то на продажу я бы мог конечно скажу она завтра приедет в тирасполь и вы все покушаете и там разные страны но нет скорее всего она выбросится ладно так вот день прошел вы на меня спросите почему я в маске господи игорь ты всегда был против коронавируса и против херни но да потому что на заводе очень много пыли у меня от нее просто я начинаю кашлять я понимаю что многие сотрудники ходят тоже так же само в маске и только из-за того что необходимо с пылью как-то бороться итак друзья какие последние новости только я вышел чтобы буквально там на пять минут вижу наташа наша подруга общая знакомая на короче и очень плохо у него болит живот она отпрашивалась при мне ее не отпросили и она просто блюет за туалетом и ей очень плохо но при этом начальство ее никуда не отпросила это самое жуткое ужасное в этой истории ну а так ношу эту маску конечно в ней хоть как-то можно дышать просто раньше у меня когда-то была аллергия на пыль я не мог вообще точнее на гниющие водоросли но и на пыль тоже у меня было что я не сложно было дышать сейчас же конечно когда ты полтора месяца уже работаешь на этом заводе то от пыли скапливаются я сначала думал что коронавирус многие там болеют не болеют и так далее но нет самом деле люди попросту не хотят дышать пылью и да самое интересное что и один начальник и второй просто берут и показывают что берешь по нитку ставишь сразу минуя весы то есть на весы не оставим сразу ставишь на конвейер ставишь ставишь то есть не отсеивая бракованную неважно вообще но пришел директор сейчас он такую каждую смотрю проверяет такой знаешь и все стали щепетильно ставить все на весы как только директор уйдет то есть все начальство просто берет и сама показывает каждому сотруднику что просто берешь и ставишь минуя весы то есть хотя был случай когда директор подошел к одной девочке сказал что у тебя мало взвешиваний у всех там по 200 у тебя всего лишь 100 то есть в следующий раз я проверю и прочее то есть я не знаю как это аргументировать объяснить вообще просто безумие творится вот как люди здесь работают по 7-8 лет я не знаю все все заходят закончился перекур девочки справа мальчики слева как обычно ничего новым продолжаем просыпается все друзья надо загрузить два полета потому что кто-то не додумался ставить вот такие вот деревянные полеты вниз а здесь первый ряд такого нет и мы сидим и вручную все это делаем друзья потрясающий закат сегодня очень красиво мы закончили в 7 часов даже наверное не всем а в 53 минуты и это хорошо под виду итоги дня все хотят все жаждут итоги меня кстати потрясающий закат сегодня день получился короткий как и вчера это классно можно успеть домой прийти и что-то поесть перекусить и прочее да главное еще успеть взять картошку кстати попросили девчонки картошку я у виктории подошел сказал и мне говорят виктория сказала а у девчонок есть любовники пусть у них попросит и картошки короче виктория беда что они не дала 50 евро она эта комната она просила типа по факту согласитесь 50 евро просит виктория у одолжить если работодатель должен отдать это то почему мы должны кто-то из нас должны эти 50 евро дать тому человеку который едет домой это все бред просто